Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прибыла в Акмуринскую область с рабочим визитом. В ходе поездки глава ведомства ознакомилась с работой районной больницы и Центра семейного здоровья в селе Жебек-Жолы Аршалынского района. Подробнее расскажет мой коллега. Деятельность товарищества клиника эндохирургии направлена на оказание качественной и доступной медицинской помощи сельскому населению. Жители получают все услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В дневном стационаре имеется 8 мест по терапевтическому и 4 по хирургическому направлению. У нас уже есть большой опыт. Мы открывали такие клиники уже и в Цельноградском районе, Коянды. Целенаправленно, чтобы этот центр оказывал первичную медико-санитарную помощь. На сегодняшний день у нас прикреплено полторы тысячи человек в дневной стационар. И, естественно, мы приглашаем всех русских специалистов из города. Акмарал Аль-Назарова ознакомил с результатом ремонта Варшалынской районной больницы, который был начат в 2022 году. На данный момент завершены работы по внутреннему и внешнему ремонту, замене кровли главного здания, а также благоустройству прилегающей территории. На это из бюджета было выделено более полутора миллиарда тенге. Затем министр здравоохранения провела встречу с общественностью. Глава ведомства особое внимание уделила аспектам интеграции медицинских информационных систем и локализации фармпрепаратов. В рамках поручения главы государства в системе здравоохранения в настоящее время проводится работа, направленная на модернизацию отрасли с целью формирования модели, ориентированной на пациентов. В связи с этим разработан соответствующий законопроект, нормы которого направлены на достижение следующих результатов. Во-первых, вопрос определения текущих обязательств бюджета, то есть формирования единого пакета базовой государственной медицинской помощи. Второй аспект заключается в том, что онкологические скрининги сегодня доступны только гражданам, застрахованным в системе ОСМС. Поэтому мы работаем над тем, чтобы онкологические скрининги были доступны для всех граждан, независимо от их статуса. С марта для беременных женщин будут проводиться инновационные методы перинатальной диагностики для своевременного выявления рисков патологии плода. В ходе встречи министр здравоохранения ответила на актуальные вопросы жителей Аршалынского района. Подробно обсуждены проблемы нехватки специалистов в селе, а также системы обязательного социального медицинского страхования. К концу следующего года будет введено в эксплуатацию врачебные амбулатории, это фильтрско-акушерские пункты и медицинские пункты. Это все объекты, которые будут оказывать помощь сельскому населению в первую очередь. Из них 38 сегодня строятся уже в Акмолинской области. Также были подняты вопросы об изменениях в службе скорой помощи и мер по улучшению оказания медицинской помощи. По словам Аль Назаровой, в этом году ко дню республики в службу скорой помощи будут переданы 25 единиц спецтранспорта.